Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылки под видео. Попытка политически капитализировать потребности и бедность людей. Так охарактеризовал вице-председатель парламента Михаил Попшой протест, объявленный партией ШОР на воскресенье 18 сентября. По словам депутата ПДС, есть сигналы о том, что людей вынуждают выйти на протесты. В противном случае им грозит потеря работы. Попшой называет клоунадой и решение депутатов партии ШОР поехать в Москву, чтобы договориться о более низкой цене на газ. Вице-председатель парламента говорит, что и без вмешательства депутатов партии ШОР цена на газ может снизиться вдвое с октября, если РФ продолжит поставки газа, потому что формула расчета выгоднее в зимнее время года, передает IPNMD. Согласно письму, отправленному организаторами протеста генпримеру Иону Чебану, 18 сентября партия ШОР планирует собрать в центре Кишинева 50 тысяч человек. Даже председатель Аргеевского района Дину Цуркану сообщил Иону Чебану, что организаторы хотят проводить безостановочные протесты с возможностью установки палаток перед зданием президентуры. Представители власти квалифицируют протест организованной партии ШОР как циничный жест получения политического капитала за счет бедности людей. Из аргеевских государственных учреждений поступают сигналы о том, что людям угрожают увольнением, если они не примут участие в протестах, как это было в период Плохотнюка. Другим дают деньги, чтобы попытаться собрать как можно больше людей. Людей, которые придут на протест ШОРа по собственным убеждениям, как вы понимаете, мало. Это попытка дестабилизировать ситуацию, политически капитализировать потребности людей, и граждане это понимают. Из украденных денег они пытаются подкупить людей. Это жест отчаяния со стороны беглецов, которые не в ладах с законом. Циничный жест эксплуатации бедности. Граждане достаточно проницательны, чтобы понимать, когда речь идет о мирном гражданском протесте, а когда о мелком протесте, призванном для дестабилизации ситуации, сказал вице-председатель парламента Михаил Попшой в ходе передачи на R-Live TV. Вице-председатель парламента назвал нелепой попытку депутатов партии ШОР организовать поездку в Москву, чтобы договориться о лучшей цене на газ. Это политический трюк, клоунада. Немного нелепо, что некоторые политики в РФ вступают в контакт с партией ШОР. Это партия, с которой честный, уважающий себя политик не будет сотрудничать. Нелепы эти попытки партии ШОР с поездкой в Москву. Пусть делают это. Фактически цена на газ на октябрь должна снизиться, потому что формула расчета меняется и должна быть снижена на 50%. И по этой причине РФ может больше не выполнять договорные обязательства и больше не предлагать нам газ. Он будет дороже, будут компенсации, сказал Михаил Попшой. Депутаты от оппозиционной в Молдавии парламентской фракции партии ШОР Регина Апостолова и Петр Жордан снова поедут в Москву, чтобы обсудить специальную цену на газ, конкретно для Аргеевского района. Напомним, на прошлой неделе эти парламентарии, а также депутат от блока коммунистов-социалистов Константин Старыш уже побывали в Российской Госдуме, где встретились с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким. В условиях, когда президент и правительство отказываются от каких-либо контактов с высшим руководством России, некоторые же наоборот ездят туда в надежде выпросить что-нибудь у главного диктатора этого мира. Других путей решения проблемы они не видят. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.